Конечно, есть гуманитарная сторона вопроса, есть политическая сторона вопроса, как всегда. Вы помните, что в 15-м году, когда пошел наплыв беженцев от войны в Сирии, люди бежали от войны, которую по большому счету Россия вела вместе с диктатором Ассадом. Эти люди бежали, Ангела Меркель, канцлер Германии, увидела эти чудовищные сцены мертвых людей на побережье. Она не вытерпела и, в принципе, по ее инициативе открылись европейские границы. И все эти беженцы хлынули в Европу. Европа договорилась между собой. Так, иначе большинство стран не хотели принимать, но в итоге договорились, что частично распределят беженцев по разным странам и с этой проблемой справятся. Вот сейчас это новая искусственно созданная проблема специально для Европы. И, конечно же, есть гуманитарный аспект. Люди умирают. Вот мы, вы видели кадры, CNN находится с белорусской стороны границы. Это единственная телекомпания вообще из всех, которые там на месте. Значит, лагерь 2000 человек, 600 женщин, 200 детей и 1200 молодых парней. Вот примерно, что там такое происходит. Вот я, министра, прошу микрофону. Скажите, Денис Анатольевич, вы ездили туда, вы своими глазами с украинской стороны видели, что там происходит. Вот поделитесь с нами вашими размышлениями. Анатольевич, если позволите, Савюк, я начну с того, что это не беженцы. Вы правильно сказали, что беженцы – это те, кто бежут от небезопасности. Тикают от небезопасности. И в 2015 году, так или иначе, эта небезопасность была. Были боевые действия, и люди спасались. Сейчас, как вы видите, ни в Сирии, ни в Ираку, нет активной фазы боевых действий. И еще несколько месяцев тому, мы говорим про весну, например, этого года, не было такой загрозы при однаковой ситуации. А сейчас, начиная с лета, и особенно весны, она особо загострилась. Почему? Потому что это штучно спровокована криза, криза спровокована Путином. И, на самом деле, это часть гибридной войны, с которой Украина уже известна и видит уже 8-й год назад. Я хочу подчеркнуть ваши слова, потому что премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий сказал похожие вещи, и это хорошо, чтобы наши зрители их услышали. Шановне панство, империальна, неоимпериальна політика Росії розвивається. Это очень хорошо видно. Стежимо за ее кроками. Они разделены на разные склады, они растянуты в часе. И именно этот последний напад Лукашенко, который является выполнением, но имеет своего замовника, и тот замовник в Москве, тим замовником является президент Путин, показывает решительность Москвы в реализации сценарии отбудования Российской империи. Сценарии, которому мы, поляки, должны с усвоей силой противостоять. Это вот такие слова министра. Что мы знаем? Мы знаем, что Ангеля Меркель два дня подряд звонила Владимиру Путину. И что в итоге какие-то более положительные новости как бы приходят, что вот Путин может понял. Но судя по всему, ничего он не понял, потому что они объявили совместное военное учение на границе. И вчера буквально два российских стратегических бомбардировщика, артитоносца Ту-160, патрулировали белорусское небо. Вот в итоге, где мы находимся? Это, в общем, опасно достаточно. Снова же таки, это элемент войны. Я могу сказать, что я сегодня общался с министром внутренних дел Республики Польши. И он поделился такими сильными эмоциями про то, что на начале этой кризи польское общество было разделено. Половина вважала, что нужно впускать эти тысячи эммигрантов и пропускать их дальше в Німеччину. Адже метою не есть Польша. Метою есть весь Европейский Союз и все Европейские співтовариства. А інша частина вважала, что нужно не пускать и сделать этот кордон с Европой чутким и непрозорым. А сейчас, в последние несколько недель, особенно последних, польское общество единое. Все одностойно выступают за то, что польские кордони должны быть непорушными. И я переконан, внутренне, не дивлячись на опитывания, которые сегодня происходят, если правильно сформулировать вопрос, его можно так. Чи готовы вы, чтобы сотни эммигрантов, которые за свои деньги намагаются закинуть в Европу, потрапили в Украину, я думаю, что абсолютная большинство украинцев ствердно ставит, что нет, это не возможно. Мы должны защищать, самым защищать, украинский кордон в этом случае. И я закликаю всех украинцев тут быть едиными. Жодного дня не может быть другой точки зрения, потому что это гибридная война. И это тысячи и тысячи людей, которые спрямовывают сегодня до кордонов Европейского Союза. Я переконан, что украинский кордон сегодня также символичным кордоном Европейского Союза, кордоном Европы. Я дійсно був на кордоні і бачив прикордонників, бачив Національну гвардію, бачив поліцію, але не бачив одного, скажу честно. Я не бачив кордону. Насправді, ми бачимо поле з одного боку і ліс, і поле і ліс з іншого боку. І це велика трагедія, як на мене, тому що, насправді, одно із ознак держави, справжньої держави, це є державний кордон. І моя задача як міністра, і власне ця задача була сформульована президентом Зеленським, коли я починав обіймати цю посаду, щодо того, що має бути побудований державний кордон України. Нарешті, вкотре, він має бути побудований від початку до закінця. І наступний рік ми плануємо побудувати його на українсько-білоруській і українсько-російській ділянській кордону. Нагадаю, це понад тисячу кілометрів тільки білоруської ділянки кордону.